Сегодня в студии у нас человек, который имеет большой послужной список, заслуженный тренер России, парламентарий, глава Базулука, министр спорта Оренбургской области и ныне глава Оренбурга. Сегодня в гостях редакция Оренград, глава Оренбурга Сергей Салмин. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ничего не забыла из послужного списка? Нет, все нормально. Сергей Александрович, вот в марте у вас первый рубеж, официально год на посту главы областного центра. Если быть честнее, то вы уже больше года руководите администрацией области города. Ваши ожидания оправдались? Вам казалось, что будет легче или наоборот? Ну, вам легко этот год прошел. Ну да, в марте будет этот год как уже на посту главы, а в июне будет уже два года как, собственно, работы в администрации города. Ну, нужно сказать, что это были непростые времена. Там, особенно на начальном этапе, когда и не было, собственно, сформирована еще команда, многих заместителей не было, приходилось, соответственно, многим заниматься самому. То есть уходил из дома, все спят, приходил, все спят. И так год пробежал незаметно. Сейчас, конечно, уже становится полегче, то есть команда практически сформирована, заместители, каждый выполняет свой функционал. То есть уже все, история совершенно другая. Жители Оренбурга достаточно активно участвуют в формировании, в том числе, да, какого-то, может быть, даже мнения, там, блогеры и прочее звучит критикой и порой достаточно жесткая. Наверняка вы видите, что-то слышите, может быть, необоснованная где-то критика, где-то напротив, она вполне себе аргументирована. Как вы реагируете на какие-то замечания? Ну, там, тот же телеграм-канал, те же контакты, да, вы все это видите, все эти комментарии и так далее. Поделюсь секретом маленьким. Я, на самом деле, основную массу, скажем, вот, всех материалов просто не читаю. Ну, кто-то ведь, знакомые, друзья, слушай, там про тебя сказали. Есть, конечно, друзья, которые считают своим долгом обязательно прислать тебе там какую-то очередную публикацию, особенно которая не имеет ничего общего с реальностью. Ну, то есть, там, фейковой информации много и так далее. То меня уволят, то у меня там еще что-то там происходит такие, ну, есть такие юмористические вещи. Я неоднократно говорил, например, иногда мне присылают ребята, я, честно говоря, с ними не знаком, ну, а пух, ну, так, иногда и поулыбаешься. Да нет, спокойно я к этому отношусь. Есть, конечно, вопиющие вещи, когда там пишут откровенную ложь, там, зачастую, там, оскорбление. Спокойно к этому нормально отношусь. А когда все-таки идет обоснованная критика в отношении администрации, как вы берете телефон, звоните? Обоснованную критику нужно воспринимать правильно и, соответственно, абсолютно четко и конструктивно на это реагировать. В том числе, если это касается нашего городского хозяйства и если это действительно так, поступают много жалоб и, соответственно, в телеграм-канал наш и на наши сайты и комментарии мы все отслеживаем. Соответственно, и там, где действительно поступают сигналы, как где оренбуржцы говорят, что у нас тут или тут проблема, то, конечно, мы стараемся максимально на них реагировать и наводить в этом порядок. Потому что это, собственно, правильно. Все собственными глазами не увидишь. Просто не увидишь в городе. То есть невозможно охватить весь город. Поэтому для этого и нужны заместители, хорошие помощники, начальники управлений, каждый, кто работает на своем месте. Ну и, соответственно, неравнодушные оренбуржцы, которые замечают, подмечают где-то негативные вещи и, соответственно, тоже дают сигналы. И на них реагируем. Вы как раз говорите о команде. У вас она полностью сформирована на данный момент? Нет, у нас... Очень много сейчас вакантных еще. Нет, нет, нет. У нас сейчас есть исполняющие обязанности по социальной политике. И у нас еще нету, значит, главного архитектора города. То есть конкурс будет объявлен вот ближе к концу февраля, когда мы все-таки конкурсные, значит, некоторые тонкости там сейчас подшлифовываем, чтобы мы все-таки хотим, чтобы к нам пришел человек такой уже с большим, скажем, опытом и неким портфолио реализованных проектов на территории РФ. А вы уверены, что желающих, желающие, желающие легко найдутся на должность главного архитектора? Мы видим из практики, как из правительства, из Министерства архитектуры, пускай это не гласно, это так было, да, но поступали какие-то там, да, пускай разнарядки или что-то вы должны здесь сделать, что-то то. Но просто вспоминается та же Дина Байгелова, которая выхватывала, я не знаю, мама дорогая, каждый месяц там эти штрафы прилетали, потому что по ходу реконструкции там улицы, да, приходили здесь вместо плитки асфальт, здесь это, здесь пятое, десятое, сроки срывались, ей прилетали штрафы, но это была не ее инициатива. Не получится так же с главным архитектором города? Нет, на самом деле как раз, ну, в деталях я не хочу там вдаваться и, соответственно, давать оценку тем людям, кто работал, ну, скажем, до меня в команде. На самом деле вот та работа, которая происходит сейчас, она, в общем-то, командная. И Министерство архитектуры Оренбургской области, и, соответственно, все наши подразделения работают в связке. Нужно сказать, что и много проектов вообще обсуждается на совещаниях при губернаторе, потому что губернатор очень много внимания уделяет областному центру. Ну, наверное, все это уже заметили, потому что довольно-таки серьезные цифры пошли в город как раз для реализации проектов, которые связаны с дорогами, значит, с пешеходными зонами, с комфортным пребыванием людей, наших оренбуржцев и гостей. И поэтому нет. Зачастую спорим. Зачастую, соответственно, кто-то не согласен с чем-то мнением. Особенно, что касается архитекторов, это же люди творческие, и каждый считает, что вот его продукт, он более, скажем так, качественный и лучше, чем своего коллеги. Да, такие моменты есть, но в истине, как говорится, вернее, в споре рождается истина, поэтому вот те проекты, которые уже мы видим, реализованные в городе, это уже общая командная работа. Нет, я наоборот ничего здесь плохого не вижу. Наоборот, чем больше профессионалов занято конкретным вопросом, тем качественнее получается продукт. Особенно, что касается комфортных условий для города Оренбурга. Вы обратили внимание, что губернатор очень много внимания уделяет областному центру, а вам много приходится с ним согласовывать? Есть такое ощущение, что вы все-таки свободная такая единица, как глава, и решаете, да, и мы были зависеть, да. Нет, нужно сказать, что Денис Владимирович, кстати, очень много делегирует своим, скажем так, подчиненным, да, вице-губернатором, министром. Это вот как раз к нашему предыдущему разговору о том, что заместители должны быть сильными. Ну, соответственно, главы должны быть сильными и самодостаточными. Нет, Денис Владимирович очень много делегирует. Есть фундаментальные вещи, которые мы обязательно обсуждаем, и, соответственно, его мнение, оно одно из ключевых. Например, такие вот фундаментальные позиции, как, там, дорожная сеть, да, развитие дальше города. Он в этом принимает самое, самое, самое непосредственное участие и во всех глубоких проработках. Например, такие вопросы, связанные с комфортной городской средой, как именно проект и как он будет выглядеть. Ну, например, наша историческая пешеходная улица Советская или набережная Верхняя, которая в этом году, к реализации которой мы приступаем. А в основном, все, что касается городского хозяйства, соответственно, непосредственной всей работы, ну, моей как мэра, он, в принципе, в эти процессы не вмешивается. А он, кстати, вмешивается вот в кадровую политику вашу? Нет, нет. Вот на данный момент мы же наблюдаем, как уходят люди, уже назначенные вами. Я вот, например, говорю о главах округов, которые сейчас у нас, ну, их нет, а есть исполняющие обязанности. Совершенно верно. В продолжительное время, вот в Южном округе, например, в чем проблема? Почему уходят? Они даже года не проработали. Ну, на самом деле, люди немножечко, когда приходят, не совсем соизмеряют свои возможности. И ту ответственность, которую нужно на себя брать. И работа, нужно сказать, сейчас непростая. Если сравнить, когда часто, очень часто сравнивают, да, вот во время Мещерякова, во времена Мещерякова было так-то, сейчас вот так-то. Это абсолютно разные времена, разная экономика, разная юриспруденция там и так далее. И, соответственно, разная совершенно, разная ответственность. Я еще раз говорю, то есть заместители должны быть сильные. Это те люди, которые не боятся принимать решения и брать на себя ответственность. С этим, к сожалению, сейчас непросто. Кадры решают все. Насколько сильный ваш заместитель Алексей Кудинов? Он, мы видим, и брифинги, он и отвечает на вопросы, и в автобусе, и делает заявление о том, что написано заявление в ФСБ. И были, в принципе, даже, ну, не то что разговоры, но вот это вот мэр, короче. Сейчас Соломин куда-то уйдет, а Кудинов будет главой города. Нет, на самом деле Алексей хороший управленец. Это сто процентов, потому что он пришел к нам с Газпрома. Соответственно, все четко понимает, как развивается политическая ситуация, ну, не только в регионе, но и в России. Потому что он долго проработал в Оренбургском районе, вы знаете, причем был председателем Совета депутатов. Потом зашел дальше в законодательное собрание Оренбургской области. И с учетом того, что он пришел с одного из подразделений Газпрома, где он работал главным инженером, именно хозяйственником, то он абсолютно системный, структурный хозяйственник. И это одно из самых главных условий для первого заместителя, который, собственно, на себе как раз несет одни из самых тяжелых направлений. В том числе и курирует транспорт. В теме исполняющих обязанностей на посту, например, в Южном округе уже больше полугода. Почему не назначаете его уже главой? Он еще не прошел проверку? Почему ИО? Вы оставляете, не знаю, здесь экономить на зарплате. Человек же берет ответственность на себя. Нет, зарплата практически у исполняющего обязанности и заместителя. То есть, когда он начинает исполнять обязанности, то есть вносятся некоторые корректировки, и он практически приближается к той заработной плате, которую, скажем так, получал бы руководитель. Ну, совершенно верно, вы замечаете, то есть, ну, я смотрю на ребят, как они работают, что они делают, потому что нужно понимать, что иногда еще и приходят напрямую поручения, в том числе и от главы региона, потому что он тоже живет в этом городе, и он тоже ездит по этим улицам, и он тоже видит те или иные недоработки. И, соответственно, это такая очень тесная связь всего хозяйственного блока, кто работает и в округах, и, соответственно, в администрации. Ну, то есть, это как происходит? Паслер вам говорит, что вот в этом округе не очень хорошо работает, не подходит этот руководитель? Нет, 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 так не происходит. Денис Владимирович, когда ездит по городу, соответственно, мне и набирает, и иногда мы переписываемся и делает замечания, если что-то не нравится. Это начиная от уборки дорог, заканчивая вот всей инфраструктурой и, скажем так, внешним обликом города. Он, я еще раз говорю, большое внимание уделяет региональному центру. Поэтому ребята, которые работают сейчас в территориях, это действительно большая ответственность. И не только перед губернатором, но и, самое главное, перед ориенбушцами. Потому что чем чище наш город, чем краше, чем уютнее, тем комфортнее в нем жить, соответственно, отдыхать и работать. И, конечно, решения, вот я считаю, что такие и назначения в округах должны происходить взвешенно. Когда планируете назначать? Скоро. Скоро будут перемены. Понимаете, опять возникает аналогия, да, еще до того, как вы стали главой города, задолго до, вот, бывший исполняющий обязанности министр спорта Валерий Брынцев. Он, если не ошибаюсь, с приставкой ИО в должности года три просидел, по-моему, и в итоге так, если не ошибаюсь, и не стал министром. Здесь вот не получится, так не затянется. Нет, тут нужно понимать, что иногда это сами руководители не хотят. Не смысли вышестоящие, а те, которые на этих позициях. То есть они не хотят идти на главу? Бывает и такое. Я еще раз говорю. С чем это связано? Вопрос ответственности. Ответственность. Вот. Ответственность. Они боятся, что, не исключая, что может быть какая-то уголовная, мы помним прошлый год, да, когда там где в Северном округе какая-то история со снегом случилась, там выделили деньги, да, они освоили там что-то 300 тысяч, остальное куда-то делись. Этого боятся они? Ну, всякого боятся разного. Я еще раз говорю, вопрос ответственности, потому что, к большому сожалению, ну, это никакую тайну-то я, собственно, не открою, да, есть у нас случаи, когда люди приходят работать в бюджетную сферу и начинают путать это с личным бизнесом. Но это неправильно. Вам приходится уговаривать людей, чтобы они пришли на должность? Да. Как вы это делаете? Вы завлекаете зарплаты или какими-то другими бонусами на должности? В личной беседе. Зарплаты я завлечь не могу, и, допустим, как руководитель какой-то там, ну, скажем так, крупной корпорации, бизнеса, здесь предмет торга, в принципе, не существует, потому что мы находимся в четких бюджетных рамках и все. То есть вот она есть, и я ее могу предложить. Ну, и, соответственно, если, скажем так, бюджет у нас не уходит за границу со знаком минус, то, в принципе, ну, возможно, какие-то вопросы, связанные с поощрением и премией. Ну, это такая некая поправка на ветер, которая может быть, а которая может и не быть. Потому что доходы города Оренбурга, в том числе, они, конечно, зависят от работы команды. Поясните, пожалуйста, про советника. Вот очень много было слов, что это должность нужна, должность не нужна, чтобы советник был у главы Оренбурга. Говорили о том, что это Юрий Мещеряков будет, или это есть все-таки? Нет, давайте так, внесем ясность. По этому поводу тоже мне уже неоднократно вопросы задавали. Речь не идет о советнике на освобожденной основе. То есть, что это такое? Ну, то есть, на некой зарплате. Нет. С Юрием Николаевичем мы встречались, мы знакомы очень давно. То есть, я с 89-го, там, года, с 90-го, прям так уже находился в городе Оренбурге. Поэтому, ну, видел, как работали тогда руководители и все. Ну, хотя был юным студентом еще. Вот. С Юрием Николаевичем мы знакомы давно, и действительно, с ним связана целая эпоха города Оренбурга, и он действительно был хороший хозяйственник. Можно сейчас давать разные оценки, потому что, я говорю, это были разные времена, и, соответственно, разная экономическая ситуация была. И то, что возможно сейчас реализовать тогда, это просто было невозможно, потому что просто не было денег. Какие-то вопросы решались, наоборот, проще, потому что, ну, скажем, рамки законов были, ну, так, более широкие. Сейчас они более жесткие, ну, тоже, там, 44-й, там, и так далее, чтобы исключить все коррупционные составляющие. Но при всем при этом у него колоссальный опыт, и, как показывает, собственно, история, горожане от него относятся с большим уважением. Поэтому я его пригласил, мы с ним проговорили, и сейчас периодически встречаемся. Я у него по некоторым вопросам действительно спрашиваю советы, как лучше. То есть, потому что человек уже этот путь прошел, и он с высоты, ну, скажем так, как Сокала, да, ну, действительно, иногда направляет меня в правильное русло. Какие последние советы вы просили? Последние вопросы у нас связаны были с общественной палатой. Сергей Александрович, вы сейчас, вспоминая времена Мещерякова, говорите о том, что другая экономика была, меньшие возможности и так далее. Но, тем не менее, при Мещерякове и потом даже немного при Арапове Оренбург становился победителем различных конкурсов. То есть, лучше благоустроенный город Российской Федерации, лучшее муниципальное образование Российской Федерации и так далее. Мы вчера специально Марченко звонили, уточняли вот эти все вещи. Сейчас Оренбург участвует в подобных конкурсах, и если да, какие позиции? По крайней мере, мы ничего не слышим об этом. Сейчас Оренбург участвует во всех федеральных. Ну, скажем так, они сейчас называются не конкурсы. Вы правильно заметили, что, кстати, во время Мещерякова как раз была история реализована, там, первого дворика, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, которая очень, кстати, хорошо себя зарекомендовала. Сейчас много федеральных программ, связанные с благоустройством, с комфортной средой, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, и в принципе, в этих программах участвуют все территории Российской Федерации. То есть, и денежные средства, в том числе, поступают из федерального бюджета. То есть, и передаваемые полномочиями, соответственно, регион, и потом город. И везде идет софинансирование, в том числе и города во время участия. Поэтому каждый, по сути, горожанин сопричастен ко всем этим программам. И они реализуются также на территории города. Поэтому сейчас у нас только внутри, мы, скажем, занимаемся уже больше такой историей. Я пытаюсь некий такой соревновательный процесс устроить между севером и югом. В том числе и по озеленению, и по цветам в этом году. Но это в прошлый год вы уже берете в учет? В прошлый год юг, значит, историю с озеленением и с цветами провалил. Объясню, почему. Потому что все-таки я настаивал, и северяне пошли этим путем. То есть, они восстановили практически все тепличное хозяйство. Мы сейчас небольшой такой, скажем так, ролик по этому поводу там записывали. И в этом году, то есть, они абсолютно на своей рассаде выходят заново. То есть, это совершенно другая картина. Юг пошел путем, значит, торгов и закупки, соответственно, всего посадочного материала. И, к большому сожалению, тот результат, который мы увидели в прошлом году, ну, скажем так, те надежды, которые питал сам Южный округ, не оправдал. Сейчас работаем над этим, и у нас в планах восстановления, в том числе и полностью, всего тепличного хозяйства, который находится у нас в овощеводе, сейчас разрушен для Южного округа. Чтобы все-таки мы были как город, и север, и юг абсолютно самодостаточно. Потому что как раз именно с посадочным материалом недобросовестных поставщиков различные заболевания цветов были завезены и, соответственно, занесены в грунт. И сейчас по некоторым, значит, территориям, где вот у нас были большие, хорошие, красивые клумбы, мы будем заниматься еще и выемкой этого грунта, и менять его на новый. Причем довольно-таки такой приличный слой, плодородный, порядка 20 сантиметров. Ты правильно понимаешь, это Чкалово, Гагарина, где большие клумбы, там? Чкалово, Гагарина, да. Там вот, где у нас росла всегда петуня, и чем городился Оренбург, к большому сожалению, все почвы заражены. И это для нас, честно говоря, прям трагедия. Потому что это все сейчас время, и, соответственно, большие затраты, чтобы просто все это теперь восстановить. В этом году все-таки люди увидят на этих местах цветы или нет? Да, в этом году даже там, где мы не успеем поменять грунт, специалисты хорошо поработали, и будет посадочный материал приобретаться именно тех культур, которые стойки к тем заболеваниям, которые, ну, к сожалению, не переносило петуни там или другие растения. Ну, если мы говорим о комфорте, давайте еще о насущном, да, о комфорте жителей, которые пользуются общественным транспортом. Тема за последний месяц, она, наверное, одна из топовых, потому что появляется информация о смене в будущем маршрутов по всему городу. Там будут меняться и цифры маршрутов, да, и... Протяженность. И протяженность. Очень много изменений. Тем не менее, длительное время вся сеть работает. Может быть, логично добавить просто маршруты в новый район. Зачем так глобально менять? Нет, не совсем так. Это, скажем так, вот то, что у нас есть недобросовестные перевозчики, которые сейчас просто боятся выходить на конкурсные процедуры, вносят такой вот... Вносят некорректную информацию, в том числе и вводят в заблуждение ориенбуржцев, там расклеивая своих маршрутах, там различные объявления. По факту у нас в новой маршрутной сети их будет 50. Ну, не считая тех маршрутов, которые являются маршрутами одного дня. Вот это как на Радонесу, там и так далее, да. Сейчас эти маршруты, то есть, по сути, их и сейчас работает там порядка, там, 56. Значит, 67-й, 102-й, там и так далее. А всего их, там, 50. То есть мы, на самом деле, хотим просто привести первую нумерологию в порядок, да. Там 1, 2, 3, 4, 5, их всего 50. Зачем они там сотые, двухсотые, там и прочее. Ну, для чего? Это действительно такое впечатление создает, что у нас этих маршрутов тут больше 200. Хотя это не так, это абсолютно неправда. Значит, следующая история. Маршрутная сеть, да, действительно меняется. И она меняется после работы института. Кстати, может быть, даже нам интересный сейчас момент. Так подумал, я нужно пригласить специалистов, кто разрабатывал нам эту маршрутную сеть, чтобы с ними еще поговорить. Они более подробно рассказали именно вот нюансы. Как раз построены таким образом, что у нас основные магистрали-то, они не меняются. Ну, такие, как вот Чкалова, Гагарина, там, Парково. И, соответственно, маршруты в Южный, на Маяк, братьев Крыстылево, Цвилинга, Терешково, Победа. Понятное дело, весь центр. Они практически не меняются. Добавляются в тот или иной маршрут, соответственно, там, две, три, значит, остановки, где-то четыре. Как раз с учетом того, что построены либо новые дороги, либо микрорайоны. И они попутно их собирают. Но маршрут уже официально меняется. То есть он уже тем быть не может. Значит, что касается автобусов, там, и так далее. У нас просто в городе, вы поймите простую вещь, есть агрегаторы, которые совсем не имеют ни одного автобуса, ни одной машины. Но при всем при этом владеют маршрутами. Вот как раз эту панику, собственно, они и сеют. Потому что по итогам конкурсных процедур вы, как предприниматель или, там, юридическое лицо, должны иметь подвижной состав, соответственно, выполнять все условия федерального закона. Ну и, соответственно, те требования по полномочиям, которые есть у города Оренбург. Вот и вся история. Получается, картина следующая. Что если люди сейчас заходят, те, в которых нету, собственно, подвижного состава, нету баз, где должны стоять эти машины, где должны проходить технический осмотр, где должны на линию водители проходить медицинское обследование. И это, соответственно, начинает вызывать некое опасение, что люди потеряют какой-то некий доход. Это как-то влияет на водителей? Да нет, конечно, не влияет. Это как-то влияет на предпринимателей, которые добросовестно работают, покупают машины, берут на себя ответственность, берут лизинги, соответственно, кредиты и так далее. И несут ответственность не только за свой бизнес, но и за водителей, за их семьи, которых они взяли к себе. Платят налоги. Потому что на сегодняшний день мы же практически не можем добиться как раз отчетности о заработных платах. Те цифры, которые мы видим, сдаются в налоговую. И по факту, которые, опять же, мы сделали большую работу и посчитали весь пассажиропоток в городе, они очень сильно разнятся. В разы. Соответственно, бюджет города не получает доход в виде 13% НДФЛ. Водители не получают полноценную зарплату. Они получают, по сути, кэшем. Такую серую. Соответственно, это влияет прямую на их пенсию в будущем. О этих вещах тоже, к сожалению, никто не думает. Соответственно, мы не получаем всю обратную связь, хотя в силу закона обязаны перевозчики нам давать по, соответственно, навигации и ГЛОНАССу. И поэтому, если бы это было, да, то мы тогда четко бы видели. Опаздывает конкретная машина на остановочный пункт. Не опаздывает. Или она идет раньше. Или она вообще сошла с линии. А сейчас получается так. В час пик вышли, кэш собрали, а после 8 вечера, значит, где-то на окраинах города люди стоят и, соответственно, не могут уехать. Ну, например, с той же Армады или с Маяка. Потому что продавцы, технический персонал, они выходят с работы в 12 часу. Как уехать оттуда, с окраина города? Никак. Возникает вопрос. Коллеги, а какая за это профилактика? Профилактика. Лицензии лишить невозможно. Ну да, мы совершаем рейды, все это фиксируем, передаем в прокуратуру. Ну, прокуратура тоже это забирает. Судебной практики нет. Что с этим делать-то? Там же у них в лицензии, по-моему, прописано их обязанности, обязательства, когда еще только первый конкурс состоялся. Это профилактика нет. Вы поймите, ее нету, профилактики. То есть они не боятся, на ваш взгляд? Конечно, потому что профилактике никакой не следует после этого. Ничего не происходит. Про налоги, про которые вы говорите. Для этого существует налоговый кодекс, в конце концов, уголовный кодекс, полиция. Факты есть, написали заявление, пускай они разбираются, это их полномочия. Что касается автобуса, я так понимаю, сейчас... Не-не-не, секундочку. Вы абсолютно не правы. Потому что доходы города Оренбурга, это как раз полностью работа администрации города Оренбурга. Налоговое преступление кто должен выявлять? В том числе и мы. В том числе, совместно с полицией? Конечно. У полиции там предварительные мероприятия и так далее. Конечно. И, соответственно, заявление понеслось, как говорится? Ну, так только ничего не несется. Ну, а заявление подается? Да, и материал в прокуратуру передаем. Потому что конкурсные процедуры, вот все были прописаны ранее, именно таким образом, что они, еще раз говорю, ответственности за это не несут, ее нет. А вот как раз в новых маршрутах это все четко прописано. И, понятное дело, что вот всю вообще составляющую текстов, которая будет потом обнародована, мы, конечно же, там ведем консультации и с УФАС, и со всеми правовыми блоками. Потому что, чтобы законы и права, нищие, нарушены не были. Но, соответственно, законные права, в том числе и наши, были защищены. Потому что, я сейчас, секундочку, я еще раз договорю. И когда тот или иной маршрут не приходит на остановочный пункт, у нас же оренбуржцы, они же не разделяют. Вот они мне часто пишут там в чат, уберите гнилые пазики грязные. Уберите, уберите, уберите. Слушайте, мы бы, может, и рады это сделать, да? Но только нужно понимать, что в МКП, например, пазиков нет совсем. Понятно, да? А сколько всего автобусов в МКП? Сейчас 150. А на линии? На линию каждый день выходит 96 и плюс сейчас работают еще 16 троллейбусов. Сколько нужно автобусов, чтобы муниципалитету, чтобы поставить частникам какие-то жесткие условия? Нет, давайте еще раз так. Вот, смотрите, вы все время уводите в плоскость, что мы кого-то хотим поставить в жесткие условия. Мы хотим, чтобы все выполняли правила и соблюдали федеральный закон и требования. Все, не более того, и задачи, сейчас секундочку, поставить в какие-то жесткие условия, чтобы бизнес там ушел, разорился, как это многие трактуют. Нет, такой задачи нет. Работайте по правилам, платите налоги и соблюдайте все свои обязательства. То есть вовремя выходите на линию, вовремя уходите. Второе. Я неоднократно об этом говорил и сейчас могу сказать еще раз. Значит, МКП и городу, в принципе, она вся маршрутная сеть не нужна. То есть вот сейчас у нас где-то 8% рынка. Максимум мы, ну скажем так, предполагаем с учетом финансирования тех, которые будут по некоторым программам, ну, что, ну, может быть, один, может быть, два маршрута еще нужно для МКП, чтобы предприятие было самодостаточным, да. А все остальное, это все равно должен занимать пространство бизнес. Бизнес. Но только правила должны быть для всех понятны и перспективы. Все. Учитывая нынешние условия и будущего конкурса, вы не боитесь противостояния с переводчиками? Потому что, ну, в истории Оренбурга уже были и забастовки в 2009 году, например, что они просто могли отказаться выйти на линии. Нет, абсолютно не боюсь. Все это я уже проходил. И, соответственно, до нас это прошли уже многие региональные центры. Скажем так, уже вся практика понятна. И, конечно же, я не буду рассказывать весь инструментарий, но, поверьте, мы за эти вещи не переживаем. У нас есть большой, скажем так, пакет страховки, поэтому нет. И даже если, скажем так, совсем все забастуют и не выйдут на линию, в течение двоих суток все вопросы будут закрыты. Потому что у нас есть серьезные, очень мощные партнеры, которые готовы нам в этой части помочь. Поэтому за это мы не переживаем. Вообще на забастовки сейчас нельзя ходить. Позвольте вопрос. Вот пример. 67-й маршрут. Это маршрут того предпринимателя недобросовестного, о котором сейчас упомянули в разговоре, я так понимаю. Вот предприниматель занимается этим бизнесом, если я не ошибаюсь, порядка 30 лет. Маршрут существует 67-й порядка 20 лет. Он не дотационный. Если туда сейчас заводить, допустим, автобусы муниципальные, на которые выделяются дотации. То есть это вложение денег. Маршрут 67-й и в мэрии тоже некоторое время назад говорили, что к нему в принципе вопросов нет, насколько я помню. Зачем ломать существующее и то, что работает? Еще раз говорю. Маршрутная сеть не ломается. То есть она претерпевает некие изменения с точки зрения либо увеличения остановочных пунктов, либо где-то... Ну уменьшения нет, только увеличения. Поэтому маршруты эти будут, скажем так, с точки зрения доходности, наверное, еще более высокие. Дальше конкурсные процедуры. Кто выиграет, тот и забирает. Вот. Проблема-то не в этом. Пожалуйста. Я еще раз говорю. То есть нету задачи у МКП забрать весь рынок города, как это трактуют. Нету. Потому что у МКП даже нету таких возможностей. Он нам не нужен. Бизнес должен дальше развиваться и работать. Речь еще ведется, кстати, в этой части о смене подвижного состава. Что тоже их меняет. Ну вернее пугает, да. Мы здесь тоже сейчас очень так осторожно к этому относимся. И я думаю, что перевозчикам-то, в принципе, в мой адрес тут нелестно отзываться-то, наверное, будет неправильно и некорректно. Потому что как раз с того момента, как пришел работать в город Оренбург, еще с 2000, получается, 22-го года, да, мы процессы очень так вот прям уже скрупулезно ведем, я неоднократно продлял лицензии. Почему? Потому что четко понятно, да, что экономическая ситуация после пандемии, то есть она очень ослабла и бизнес начал зарабатывать меньше. Технически переоружаться, соответственно, сложнее. Сейчас вот в этих процедурах конкурсных мы тоже очень внимательно и четко смотрим именно экономическую составляющую, в том числе не только свою, но и бизнеса. Потому что платформа, она для всех будет одинакова, для всех, в том числе и по замене подвижного состава. И там нет такого, что, значит, вот сегодня ты выиграл конкурс, соответственно, завтра у тебя должен налинивать новый автобус. Нет. Значит, вообще изначально мы проговаривали, что это будет год. Хотя сейчас мы еще более детально смотрим на эти вещи и, скорее всего, пропишем, может быть, даже год плюс год. Может быть, год плюс год плюс год. И поставим некие условия, что там, допустим, 30% первый год, 30% второй, 30% третий. При всем при этом предполагается, что, опять, это я говорю, это мы обсуждаем. Не нужно это потом вырезать из контекста и говорить, что он так трактовал. Значит, это как варианты. То есть плюс семь с половиной лет мы предполагаем, что следующий конкурс будет действовать. То есть маршрутная сеть. Потому что дальше у нас еще есть развитие нового Оренбурга, у нас есть дубки, у нас есть впереди, в перспективе строительство новых дорог и развязок. То есть, соответственно, маршрутная сеть тоже будет меняться. Вот. Как раз о перспективе, да, чтобы люди, если и кредитуются, то понимали, что есть долгосрочная перспектива выполнения, да, всех своих поставленных задач. Соответственно, окупаемость машин, ну и, соответственно, какой-то доход. То вполне возможно, мы сейчас как вариант опять рассматриваем. Единственное, мы пока еще смотрим, юридическую составляющую, можем мы это делать или нет. Что если, допустим, предприниматель, который зайдет и выполняет все эти условия, то там, наверное, семь с половиной, ну не знаю, плюс три. Дополнительно еще там маршрутная сеть продлевается. Ну и так далее. То есть, мы смотрим сейчас различные варианты, потому что понимаем, что экономическая составляющая, в принципе, сейчас она непростая. И она непростая ведь не только для бизнеса, потому что МКП это, в принципе, тот же самый предприниматель, да, только учредитель которого является администрация. И он абсолютно в равных условиях находится с точки зрения вот этой сети. Поэтому нет, тут не ведется речь о том, что мы там кого-то хотим разорить или там, да, как они говорят, там, да, и вообще там умножить на ноль бизнес. Да нет. Мы наоборот хотим, чтобы бизнес, соответственно, был в четких рамках, всем было понятно, как они работают. Соответственно, вопросы налогообложения, чтобы у гражданина была всегда ситуация выбора, то есть не только нал, да, эти вот в автобус зашли, а чтобы он мог рассчитаться и бесконтактно. Это тоже определенные вопросы, связанные с налогообложением. Потому что сейчас заходим только, да, я же сам иногда на автобусе катаюсь на разных маршрутах. Только наличные, только наличные, только наличные. Не работает, ну не работает, вот валидатор, не работает аппарат и так далее. Это первое. Второе, соответственно, подвижной состав, конечно, нужно менять. Потому что здесь, я даже думаю, что это принципиальная позиция, в принципе, для предпринимателей. Потому что иначе тогда человек будет стоять перед выбором. То есть подходит новый автобус на остановочный пункт, ну скажем, МКП, и через минуту подойдет старый автобус какого-то предпринимателя. А точно понятно, да, что по графику через три минуты подойдет опять автобус МКП. Выбор просто будет очевиден. Жизнь сама заставит бизнесмена делать все, чтобы идти в ногу со временем и, соответственно, услугу предоставлять более качественную. Потому что это же процесс конкуренции, потому что некоторые маршруты, они же дублируются. К какому сроку планируете полностью вот уже определиться? Насколько лет, братья, можно будет идти в автобусы, чтобы они уже понимали? Ну, скажем так, все эти процессы закончатся до первого марта. Ориентировочно в середине марта мы уже будем объявлять конкурсные процедуры. Ну а к первому июля, в принципе, уже должна заработать новая маршрутная сеть. Перейдем еще к одному насущному вопросу в нашем городе. Оренбургу в этом году повезло зимой. В части снега. Его было не так много. Смотрите, не сгласьте. Будем надеяться, что уже весна не за горами. Снега было мало. Я так понимаю, на этом коммунальное хозяйство сэкономило. Но зато наш город превратился в каток. И длительное время в таком состоянии находится. При этом мы видим, что щедро посыпают солью, например, асфальт на площади Ленина. А улицы остаются, ну, такими очень скользкими. Хоть коньки надевай. Что случилось? Соли не хватает на улице. Женщина позвоночник сломала. Да. Люди вплоть до того падают, что ломают позвоночники. Если есть сигнал, скажем так, с пешеходными зонами, то нужно, соответственно, их в администрацию доносить. И там, где действительно такое есть, соответственно, все ситуации будут справляться. Я об этом уже говорил. Сейчас чуть-чуть ранее. Но соли-то достаточно, чтобы ее посыпать? Соли достаточно, ресурсов достаточно. И, соответственно, никаких проблем для того, чтобы реализовать все это на территории города нет. А если где-то недорабатывают наши службы, значит, соответствующий сигнал, они все получат волшебного стимула. Я просто сам даже шел, когда... Ну, в принципе, любые улицы сейчас здесь в центре. Как раз проводили, Кудинов проводил, я вот шел пешком по Советской. И мимо Полиничка, где раньше 16 этаж кто-то был, дом стоит, я не помню, какой адрес, прям перед мэрией, да, вот этот вот. Вот там просто каток был, прям до самого перекрестка с администрацией города. Я еще достал телефон, поснимал, и потом обратно еду, смотрю, посыпаю. Думаю, может, увидели, потому что тут снимают, все ходят. Нет, соответственно, работают. И нужно сказать еще, что соль это не панацея. Потому что соль, он галит, она работает, ну, примерно где-то до минус 12. Если работать ей уже с более отрицательными температурами, в том числе и, соответственно, на дорожном полотне, и на тротуарах, это наоборот, скажем так, организует некую такую пленочку, там, накат. Нет, поэтому здесь остается только уже ПСС, то есть песок. Все, в другой истории пока никто еще не придумал. А у вас чистая соль сейчас используется? На дорогах мы в городе используем практически только чистую соль. То есть бывает, что используем ПСС на входных группах, ну, там, где прям вот соль уже, скажем, не работает, потому что отрицательная температура. А значит, на тротуарах используется и ПСС, и соль, ну, в зависимости от температуры на улице. Ну, она же вредна, соль, она же, я с экологами разговаривал, снег убрали. Ладно, увозят на полигон, да, но многие машины в пойму Урала везут, по-уральски там этот снег выгружают, там просто караваны этих тонаров идут. И все же эта соль, все она в почву. Я с экологами разговаривал, они говорили, что, понятное дело, что сразу негативных последствий не будет, но со временем, да, вот эта соль накапливается, и для флоры там той же, ну, это уже нехорошо. Ну, во-первых, в пойму Урала мы ничего не возим. Ну, это, я не говорю, что вы, это кто, предприниматели, которые ближе сюда наехать. Предприниматели, если недобросовестные где-то, соответственно, такие, создают ситуацию, нужно, чтобы сигнал тоже к нам обязательно поступал, потому что мы будем работать здесь совместно и с природоохранной прокуратурой, потому что мы как раз заинтересованы в том, чтобы этого в городе не происходило. Если предприниматели и вывозят свой снег, то это со своих территорий, там, где никакой соли, собственно, нет. Соль, только еще раз, это дорожное полотно, только дорожное полотно. Ну, и, соответственно, все, что мы убираем, весь смет с дорог, это мы вывозим на наши полигоны. Сейчас мы, как журналисты и горожане, сообщили вам о том, что есть проблемы с посыпкой. Через сколько мы можем уже спокойно ходить по улицам, хотя бы в центре Альбомбурга? Спокойно нужно ходить всегда. И не торопиться, потому что если торопиться и спешить, то, к сожалению, мы спотыкаемся и падаем, в том числе и летом. Ну, немножко подведем такую черту. Вы, вначале мы говорили о том, что вы спортсмер и заслуженный тренер. На ваш взгляд, вот достаточно спорта в городе уделяется внимание? Или вот вы, как глава, готовы еще что-то привнести в наш город? Город Оренбург, к сожалению, не исключение всех остальных территорий. Если, скажем так, посмотреть статистику, то на душу населения города, спортивных площадок и сооружений, всего лишь порядка 40%. То есть, город Оренбург еще нужно. И в этом году мы, опять же, участвуя в программах, о которых мы ранее говорили, в том числе и в программе областной регионального нашего министерства, значит, сейчас уже получили субсидию на мини-футбольное поле как раз улицу Ковалевского. Там же, значит, мы выиграли конкурс и будем там размещать силовую площадку воркаута, значит, уличных тренажеров. Там мы приводим в порядок, соответственно, всю подъездную историю к школе бокса областного и к школе Ковалевского. Потому что у ребят в областной школе тоже своей инфраструктуры нет, чтобы они могли пользоваться ей же. Ну, каток мы уже, в принципе, очень смонтировали, периметр сейчас закрыт. Ну, и, конечно, то здание, которое стоит в школе Ковалевского, оно тоже не выдерживает никакой критики. С учетом того, что там несколько видов спорта, там у нас и гиревики, там у нас и тяжелоатлеты, там у нас самбисты. Ну, соответственно, хоккей своего дома никто не имеет. То есть все где-то вот по залам в приспособленных каких-то условиях. То есть в перспективе, то есть мы сейчас подбираем вот из реестра экономически эффективных проектов вот какой-то небольшой фок, который мог бы закрыть, ну, соответственно, интересы всех этих видов. Ну, это история, там, наверное, года 25-го, я так думаю, 25-го, 26-го. Что касается крупных объектов, то действительно сейчас губернатор очень серьезно к этому относится. И Министерство спорта работает сейчас над реконструкцией, в том числе и Звездного. И далее есть еще несколько крупных проектов, я сейчас их пока озвучивать не буду, потому что, ну, это некорректно. Я думаю, что Денис Владимирович об этом скажет сам, потому что они будут подведами именно Министерства спорта. Но на территории города Оренбурга они в ближайшие перспективы должны появиться, которые, соответственно, и украсят город, и дадут возможность нашим, соответственно, ребятишкам и всем, кто желает, уже кто, допустим, ушел из спорта, но просто занимается активным образом жизни физкультурой, ну, соответственно, проводить свой досуг. Более того, в этом году эту субсидию мы уже, в принципе, тоже от области получили, за что огромное спасибо, опять же, правительству. Пошли нам на встречу. Мы меняем всю траву на стадионе Оренбург, восстанавливаем там беговые дорожки. У нас впереди там чемпионат России, значит, по пожарному спорту. В этом году мы впервые берем, это такая даже такая, когда я позвонил президенту Федерации самбо России, и говорю, Сергей Владимирович, отдайте Оренбургу в этом году чемпионат России по пляжному самбо. Такая пауза, не мая, он говорит, а что там к вам в Оренбург, море пришло? Но, тем не менее, мы его к себе забираем, то есть, на самом деле, это песчаные площадки, зрелищная история, отбор будет на чемпионат мира, приедут самые сильнейшие, мы тоже будем проводить его здесь, на территории города Оренбурга. В этом году мы заканчиваем проект как раз стадиона Оренбург, микрорайона Березка и храма Пимена. Вот здесь стоит, то есть, там, где у нас баскетбольная площадка уже размещена, где Андрей Кириленко приезжал, открывал, и спонсором их федерации, соответственно, был Промсвязьбанк. Мы уже там силовой блок тренажеров уже поставили, мини-футбольное поле стоит, там будет, соответственно, организована дальше площадка памп-трека для ребят, которые у нас любят заниматься BMX и катаются на бордах, на самокатах. Там же у нас будет две площадки для пляжного волейбола, ну и, соответственно, в этом году еще озеленение. Плюс мы подошли к стадиону Маяк, которым не занимался уже никто много-много-много лет. И в этом году первый этап, это у нас, соответственно, вскрываем все поле, стелим искусственную траву, ну, соответственно, со всеми постелающими дренажными там слоями, и там в этом году у нас уже появляется беговая дорожка, то есть профессиональная. Соответственно, вот сам стадион в периметр будет уже закрыт, поэтому, что касается спорта, в этом году, ну, именно вот инфраструктура муниципальная, то есть получают, ну, довольно-таки неплохие деньги, которые будут реализованы на наших спортивных объектах. Сергей Александрович, ну, прежде чем мы скажем пока зрителям, вопрос у меня такой, вы чувствуете в Оренбурге себя своим? Да. Как это выражается? Ну, у меня нет никакого дискомфорта, это вы с точки зрения того, что я не местный? Такой же вопрос вы задавали у вашего предшественника. Нет, вы знаете, мне часто этот вопрос задают, я неоднократно уже как раз подмечал, но все почему-то это как-то не слышат, что я в городе Оренбурге уже с 89-го года, то есть я здесь получал образование, да, и не одно, я здесь учился, я 7 лет проработал здесь, в Оренбургской нефтяной акционерной компании, то есть я здесь жил, у меня тут недвижимость, у меня тут родственники, у меня тут теща моя любимая живет, у меня супруга с Оренбурга, да, соответственно, много друзей, у меня тут крестники, поэтому Оренбург, в принципе, для меня родной город, такой же, как и Бузулук, то есть абсолютно два одинаковых, если так даже взвесить, где я больше работал, наверное, в Оренбурге даже больше, поэтому нет, я себя чувствую здесь спокойно, комфортно и чувствую себя дома. Успехов вам в вашей работе, на благо горожан. Спасибо большое. Спасибо.